Вот передо мной разложена огромная экспозиция собранных материалов. Я так вот на первый прикид вижу, что здесь не сотни, здесь тысячи. Это не что иное, как материалы, собранные нашим архитектором, моей хорошей знакомой Татьяной Дунешенко. Она этим занимается абсолютно волонтёрски. Она собрала, вот это она сама фотографировала, все памятники, ну не знаю, все, не все, но она говорит, что это часть. Ну по крайней мере здесь их, ну я не буду считать, но это сотни. Это сотни. Более того, она ещё как архитектор, вот оградами занимается, видите, это вот её чертежи всех оград, но не всех опять же, наверное, но может быть многих оград, их элементов. Здесь чисто архитектурный подход, да, и чисто исторический подход, и ещё подход индивидуальный. Ведь за каждым этим памятником, как в основе лежит еврейское кладбище, вот у неё сделаны вот такие вот подборки, которые она поделила свою работу на несколько частей, а именно вот непосредственно по еврейскому кладбищу. Вот она сделала такой вот макет. Эти фотографии все делала она. Текст уж я не знаю, вот Татьяна, вот она сама, тексты сама писала? Конечно. Вот, тексты в какой-то мере написаны уже. А это вот такой вот макет. И она собрала, вот видите, и материал по тем, кто там похоронен. В данном случае вот Давид Михайлович Хаимович Кузнец и так далее. То есть есть его погребение, есть фамилия, есть погребение, есть фамилия. Что-то известно, что-то неизвестно. Ну, я думаю, понятно. Есть символика. Это в данном случае по еврейскому кладбищу. Но там же в Лисихе, насколько я понимаю, вот металл озаглавлен на брошюре. То есть это вот конструктивные, значит, кресты. Ну, это уже не еврейское, я так полагаю, кладбище. А то там тоже много всего. Дальше деревянные кресты, да, тоже собран материал. Вот, вот. Это все сделано почти готовые, готовые, ну, я не знаю, что это, альбомы, докторская диссертация, что тут еще. Вот цветы, клумбы, да, тоже. Вот венки. Это вот все она сидит и делает, да. Да, я когда все это увидел, то я понял, что это какой-то, ну, если не пропадает, то, по крайней мере, имеется огромный материал. Вот, ну, не надо забывать, что она профессиональный архитектор. Вот планировка этого места, да. Вот эти все фотографии. Но самое интересное, у нее еще есть иллюстрации в виде, вот ее, ну, если можно так сказать, кладбищенских картинок, которые посвящены этому кладбищу. Более того, там же еще есть у нас ветеранский вариант, там же у нас, насколько я знаю, похоронены действительно солдаты и все эти. Вот это все сделано уже руками одного человека. Я это снимаю для того, чтобы обратиться к вам, наши уважаемые историки, с вопросом, с очень интересным. А как вы думаете, вот эта работа, вот этот труд, вот великий, да, большой, он заинтересует кому-нибудь, например, вас или нашу общественность и так далее? Ну, я не знаю, мне главное снять, потом, может быть, я его уберу, звук уберу. Ну, просто мне нужно вот показать весь этот объем огромный. Вот она тут разложила, вы видите, это готовые листы, если хотите, альбома. Если хотите, это может быть фильм сделан. Если хотите, то есть вот все эти фотографии, а вот, она сфотографировала все памятники. Она систематизировала это, как я вижу, вот, по каким-то темам, по своим собственным. И когда я все это увидел, я просто понял, что, ну, если город наш, в чьем лице, не знаю, это все дело не обратит на это все внимание, то, ну, 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 вот, грош цена нам, да, всем. А люди вот такие вот, как Татьяна Николаевна, посмотрите на меня, вот она этим занимается. Кстати говоря, она стоит сейчас на фоне своих великолепных этих, как их там, да, береста. Ну, про выставку ее бересты мы уже рассказывали. А сегодня вот это ее научная такая работа, которую я тут немножко раскидал. Вот, это чтобы я снял, чтобы было понятно тот объем работы, который проведен. Она говорит, что у нее фотографии вот эти все сделаны. Это она, говорит, два фотоаппарата на это убила. Вот, но качество фотографий, конечно, надо смотреть, но в любом случае для того, чтобы составить альбом, этого вполне достаточно. Вот солдатский вариант, видите, тут вплоть до конкретно по фамилии совершенно всех. Ну, как это называется? Это полк, да? Бессмертный солдат, бессмертный полк, да? Ну, там и гражданская война. И, да, и гражданская война. И вот это вот, а где ты находила, где-то потом в этом находила? Ну, это вот как вас командир прислала. А, прислала, ты с ними связывалась? Она. Она? Почему она? И Симова, по-моему, внучка. Внучка? То есть ты с ними еще и связалась? Она сама связалась по тому сюжету. Вот, потом я знаю, что Татьяна там, когда работала, работает на этом кладбище, она там, я так понимаю, и чтобы все это сделать, она там живет, вот, на этом кладбище. Она там обнаружила еще проблему вандализма. Дело в том, что все эти ограды и все там детали растаскивались, поэтому она обращалась аж на телевидение или еще куда там, да? И в администрацию, да, по поводу вандализма на этом кладбище, и там тоже что-то было сделано. Ну, награды-то там какие. Конечно, я вот сейчас вот сам, как архитектор, прекрасно понимаю, какой это богатейший-богатейший материал. И мне, как вот человеку, просто понятно, что этот материал не должен пропасть. Все, вот примерно так я могу рассказать и показать, и, наверное, послать заинтересованным людям, что я и сделаю. Вот, познакомьтесь, наш архитектор Татьяна Николаевна Дунишенко. Вот, ладно, все понятно. Я это пошлю, и кто первый возьмется, тот и будет молодец. Вот такой материал. Спасибо, Вик.